А в красный угол октагона Сулеймана! 28 лет, опытный парень, 90 метров, 80 метров. Сулеймана! 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 Друзья, я не знаю, видно было ли на экранах, но сейчас практически весь клуб Ахмат, все действующие спортсмены подходили поприветствовать спортсменам. Его профессиональный рекорд, три победы, ему 27 лет, 183 сантиметра, вес 77,2 килограмма, его стиль панкратион. И из города Красноярск, Алтайского края, Роман Штукин! Вот так неласково встречают Романа Штукина. А все потому, что надо ходить серьезно и солидно. Ты серьезным делом входишь на бой. Рост 180 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Его стиль, рукопашный бой, представляющий клуб Ахмат из Чеченской Республики. Момент! Сулеймана! Инструктаж от эфири. Провокации начинаются. Да, Роман как-то продолжает в своей манере артистичной. Ну, да, наверное, это ему присуще. Главное, чтобы за этим какие-то дела стояли. О, это самое главное. Ты прав абсолютно. Потому что клоуна в ринге мы знаем много, но не всем удавалось... Далеко не всем. Да, еще и работу показывать свою основную, а именно биться. Посмотрим, что приготовил Роман, посмотрим. Да, просто иначе ты можешь из паризматичного бойца превратиться в обыкновенного фрика, да, типа Боба Саппа. Ух ты, вот это клоункик. Начинает бросаться на своего оппонента Роман Штукин. Да, какая-то интересная техника у него, согласись. Ну, мне кажется, Момент это вполне зрелый спортсмен. Прекрасно психологически подготовленный. Его вот этими вот выкрутасами не проймешь. Он сейчас неплохо, кстати, встречает Роман Штукин соперника и рукой, и коленом в кличе неплохо пробивал. Но при этом оказывается на лопатках. Ну, у нас здесь опять же невольная борьба, поэтому в грэпплинге вообще это положение считается одним из основных. Атакующих причем. Да, так что здесь в этом смысле все в порядке. Пока неплохо сдерживает атаки Саппа. Ну, пожалуйста, тебе удары локтями в корпус, о которых ты так мечтал. Ну что ж, одна мечта сбылась, Роман. Роман для нанесения ударов. Разворачивается при помощи забора Роман, но момент грамотно его опять разворачивает головой к сетке. И надо еще поближе пододвинуть, что, я так понимаю, момент собирается сделать. Да. Знаешь, Роман, вот мы находимся прямо вот в нескольких сантиметрах от эпицентра событий. Мы слышим вот эти вот удары, которые попадают сейчас в цель. Да, мне кажется, их весь зал слышит. Мне кажется, их весь грозно слышит. Все, кто смотрит сейчас нас в прямом эфире. Хорошо, очень изыскивает момент для удара, момент. И вот то, что прижат к забору Романа Штукина, это затрудняет ему как отходной маневр. Он вынужден терпеть и принимать эти удары в себя. Удар локтем, причем обоими локтями сразу. Двойный удар. Да, такое нечасто встретишь, кстати. Ну а что? Надо использовать любые разрешенные тактики, которые работают. Но, так или иначе, Роман Штукин пока серьезных ударов на самом деле не пропустил. Хорошо он защищается. Отдадим ему должное. Мне кажется, он дает выработать всю энергию своему оппоненту. Вот хорошая сдвоенная комбинация. Стуловище перевел на голову. Победа, Роман Штукин. Победа, он не пробовал. Это на руку, конечно же, Роман Штукину, который может отдышаться, может подумать, что ему делать дальше. Но, Роман, согласись, тебе не кажется, что у Романа Штукина как-то артистизма поубавилось? Безусловно, как может артистизм на тебя бьют в голову? А иногда, возможно, ногами? Ногами в стойке только можно, к сожалению. Хотя, на самом деле, я бы супер-пикер взял бы и разрешил, чтобы вот таких вещей, как сейчас, не было. Ну, я имел в виду, вообще бьют ногами, необязательно. Пытается обойти защиту из ног своего оппонента Марат Сулейманов. У него это получается. Берет руковой контроль. Отжимает шею. Разворачивается Роман. Надолго ли? Кстати, есть небольшая сечка или царапина у Романа Штукина. Но она несерьезная. Не то, что мы видели сегодня. Но, тем не менее, она есть и присутствует. Знаешь, Роман, вот две трети поединка уже прошло. А мне кажется, что вот та цель, которую Роман Штукин преследовал, замотать своего противника, он, в общем-то, ее не добился. Потому как Мамет пока еще полон сил. Удары его быстры, акцентированы. Да, и они мощны, кстати. Да, стоит сказать, что сейчас был очень хороший удар справа. Их не становится меньше. Вот в чем дело. Ну, и, кстати, я думаю, что Роман Штукин тоже не отдыхает сейчас. Правда же, когда он защищается? Ну, я думаю, первое время, пока спортсмен свежий, он может какое-то количество ударов принимать на себя. Он может какое-то количество ударов гасить. Но чем дальше, тем меньше сил у него остается. А еще сейчас, кстати, Мамет и Роман о чем-то поговорили. Так, по-быстрому. Не знаю, правда, о чем. О погоде. В Грозном замечательная теплая погода летняя. Наверное, Мамет рассказал ему свежий анекдот. Первый раунд позади. Ну, я думаю, нет смысла говорить о том, кто забрал этот раунд. Конечно, он совершенно заявляет преимущество. Причем забрал он его в самом начале раунда. И отпустил уже. Да, причем изначально техника Романа Штукина выглядела, ну, прямо скажем, странновато. Но когда дело дошло до борьбы, то здесь уже преимущество Мамета Сулейманова не вызывало абсолютно никаких сомнений. Очень уверенно по ходу первого раунда Мамет Сулейманов контролировал оппонента. И есть даже небольшое повреждение у Мамета. Хотя мне бы казалось, что и сечку небольшую получил Роман Штукин. Мамета Сулейманов Второй раунд. Первый остался заявным преимуществом за Маметом Сулеймановым. Второй раунд. Повыше Роман Штукин. Подлиннее у него рычаги. Вот он пытается действовать с дистанцией. Такими вот наскоками. Очень своеобразной выглядит его техника, согласись. Ты знаешь как? Широко поставленные ноги. Его техника выглядит как отсутствие техники. Потому как я не видел какого-то четкого, хорошо поставленного удара. Или четкого борцовского приема. Он двигается как-то хаотично. Да, вот сейчас меняет стойки. Размашистые удары ногами. Правда справа разок приложил он Мамеда. Исполнение ударов абсолютно не классическое. Это мягко говоря не классическое. С другой стороны, если ты попадаешь и они приносят эффект, ну почему бы нет. Да, ну вот неплохо. Дело, что они не приносят эффект. Лоу-кик пробел Роман Штукин. И снова оказывается он на спине. Ему нужно срочно вставать. Иначе второй раунд пройдет точно так же как первый. И в этом сомнений нет вообще никаких. Но при этом Роман решил срочно оказаться у клетки. Не успел он до нее доползти. Ему почему-то кажется, что там работать проще, защищаться проще. Но Мамед не дал ему сделать и это. Но на одной защите-то бой не выиграть. Ты должен помимо защитных действий на спине какие-то контрдействия предпринимать. Чтобы закончить поединок досрочно. Пытаться выйти на болевой на удушающий. Просто сбросить соперника с себя. А если ты лежишь весь раунд на спине и ничего не делаешь, ну как тебе победы отдадут? Ну, к сожалению, Роман, пока что все идет к тому, о чем мы говорили в самом начале. За артистизмом и эпатажем Романа, в общем-то, ничего не делаешь. Как говорится, за артистизм ставлю пять по предмету Нил. Да. Как-то вот не смог он дальше продолжить в артистичной манере. Вести бой, удивлять какими-то приемами, сложными эквилистическими этюбами. Ну, а между тем у нас продолжается борьба в гарде. Мамет работает сверху, контролирует соперника, работает по разным уровням. По туловищу, с переводом на голову, с разных рук с обеих стреляет. Ну, вот опять же, да, произошло то, что мы, наверное, и прогнозировали. Чуть более двух минут до конца этого поединка, скорее всего, никаких дополнительных раундов здесь, наверное, не будет. Мамет, скорее всего, додержит соперника в таком положении, потому что есть активная работа, есть удары, есть активная защита от Романа Штукина. Есть за что присуждать победу Мамету. Это да, безусловно, потому что успешных действий со стороны Мамета значительно больше. Роман Штукин пока не предпринимает никаких попыток забросить ноги на треугольник. Если есть, то они так в статусе попыток не остаются. Нет никаких попыток выйти на болевой на руку, выйти на Кимуру. Просто через мост здесь сложно будет что-то сделать, потому что к забору прижат. Но просто бесподобный, безупречный контроль оппонента Мамеда Сулейманова вашему вниманию. Минута двадцать до завершения боя. Обрабатывает корпус соперника Мамет Сулейманов. Единственное, в чем надо отдать должное Роману Штукину, это в том, что он пока не пропустил серьезных ударов в голову. То есть он пока в сохранении. Вот, кстати, сейчас прижался к сопернику Мамет Сулейманов. Можно было бы попробовать забросить ноги на треугольник. Хотя бы попробовал. Роман, но обрати внимание, вот с этой позиции нам сейчас очень хорошо видно, как Роман Штукин тяжело дышит. Все-таки, все-таки мимо это не прошло. И силы не бесконечные. Конечно. И он начинает выдыхаться. Конечно. Хотя, хотя, активных действий он сам не предпринимает. Он просто лежит. Тем более, нужно еще добавить, что немало ударов по туловищу нанес Мамет Сулейманов. А это тоже разрушает функционалку спортсмена. И контролировать оппонента, когда у тебя все время мышцы напряжены, крайне сложно. Мы уже говорили, что в момент напряжения мышц они расходуют очень много кислорода. Что приводит к взматыванию. Десять секунд до конца этого поединка. Которая действует, делает замечание, что не надо разговаривать в партере. Потом поговорить. Конечно, конечно. Еще целый вечер поговорить. Десять секунд и весь вечер хоть обговорить. Дискуссии проводить различные. Научного характера. Я не очень понимаю, в чем радость Романа. Ну, может быть, радость в том, что он не проиграл этот бой досрочно. Радость, что все закончилось. Ну, видимо. При этом он как-то обращается к зрителям, ища поддержки, одобрений. Но не очень понятно, за что. Ну да, одно дело, если бы он показал хороший, красивый бой. Он проиграл, но это был бы бой. Здесь боя не было. Но, кстати, давай скажем о том, что для Мамеда Сулейманова это в какой-то степени исторический бой. Да. У нас есть информация, что Мамед Сулейманов заканчивает свою спортивную карьеру. Это был последний бой. Но, во всяком случае, пока мы знаем о том, что этим боем Мамед Сулейманов карьеру свою заканчивает. И заканчивает ее на такой... Высокой ноте. Да. Это будет победа. Победа уверенная. Наверное, для болельщиков Мамеда Сулейманова. И всем поклонникам зали Мамеда Сулейманова им, наверное, немножко жаль, что недосрочная победа. Но, с другой стороны, победа уверенная. Ну что же, друзья, мы ждем оглашения судейского вердикта. После этого боя нас ждет небольшая рекламная пауза. Дорогие друзья, и вновь я вас попрошу поаплодировать нашим бойцам. После двух раундов по пять минут единогласным решением судей в этом бою победа присуждена бойцу Красного Луна. Да, поздравляем Мамеда Сулейманова с победой в его заключительном поединке профессиональной карьеры. Ну а теперь, дорогие друзья, как и анонсировали, небольшая рекламная пауза.